Всем привет! С вами Таль Шахар и вновь герой нашего романа Ларичев Олег из города Николаева, Украина. Весьма влиятельный и достаточно известный дистрибьютор из компании Amway выразил желание немедленно завладеть, вплоть до того, что купить оригинал вот этой расходящейся, как горячие пирожки, записи исторического сапфирового тренинга. Изначально этот тренинг был в двух частях, потом, благодаря некоторым звонкам некоторых людей, вторая часть исчезла, и в комментариях люди удивленно интересовались, а где Натали Прода. Справедливости ради надо сказать, что она действительно выступила и выплеснула тоже море грязи, но Натали это вообще герой моего романа, и о ней немного позже, не сейчас. Так вот, мы взвесили возможность обогащения за счет господина Ларичева и его души прекрасных порывов, и приняли решение дистрибьютору компании Amway не продавать этот ролик, а просто подарить. Ну, хороший парень Ларичев, как на нем зарабатывать деньги? Я обязательно прикреплю в этом видео тот самый участок сапфирового тренинга, в котором Ларичев открыто, публично, в присутствии большого количества людей, разлагольствует о незаконных действиях компании Amway. Можно, конечно, очень долго говорить, что вот этот таль, он берет немножечко правды и смешивает с неправдой. Для того, чтобы не было такого, мы рубим фактами. Я надеюсь, что от своих слов господин Ларичев не откажется. Самое удивительное, что господин Ларичев, он ведь никогда не хвастался в своей последней компании. Он не хвастался тем, что работал в одной крупной мошеннической структуре. В структуре под названием Amway. Рассказывая о своем прошлом, господин Ларичев почему-то забывал об этом, мягко говоря, не белом пятне в своей биографии. И наверняка вам будет сейчас тоже интересно посмотреть, как выглядел импозантный и харизматичный Олег Ларичев еще несколько лет тому назад. Кстати сказать о влиятельном дистрибьюторе из Amway. Два этих видео дадут определенным специальным службам основания понять, за какой период времени господин Ларичев разбогател и попробует получить у него объяснение своим сверхдоходам. Смотрите далее. Олег, город Николаев, за полтора месяца, две с половиной. В Москве задержаны организаторы крупной финансовой пирамиды. Действовали они с размахом. За пять лет открыли филиалы не только во многих городах России, но и на Украине и в Казахстане. Преступный бизнес приносил по миллион рублей ежемесячно. О том, как им удалось обмануть десятки тысяч людей, в материале Сергея Алексеева. Сотрудники управления КМВД России, занимающиеся делами об электронном мошенничестве, направляются туда, где за пять лет побывали сотни доверчивых граждан. С каждым подъемом по этой лестнице таяли надежды не только на то, что ты заработаешь денег, но и что тебе вернут твои. У компании Intway американская легенда и вывеска. У чадителя россияне, двое мужчин и супружеская пара. У фирмы солидный сайт в интернете, сеть представительств России и ближнем зарубежье. Мы молодая компания, очень молодая. Компания Amway, она на рынке 50 лет. Крупнейшая, это просто, это сегодня самая крупная сетевая компания в мире. Товарооборот последний, что смотрел, по-моему, 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов, миллиард долларов в месяц. Это с ума сойти. Средний миллиард долларов в месяц. Мы тут делаем там, в лучшем случае, пару лимонов в месяц. И тут миллиардов. Вы представляете этого монстра? И вы знаете, что они зашли в Украину, я не знаю про Россию, вот в Украине с 94-го года, и зашли неофициально. Я знаю людей, лично знаю, которые из Венгрии таскали товар на каких-то вот этих машинах, на жигулях, на все, контрабанды. Ты представляешь, они контрабандой таскали товар, без документов, без сертификатов. Не было нифига вообще. Они ездили в Венгрию получать чеки, там в банках открывали счета, в Венгрии. Уходили ли они от налогов? Я думаю, да. Вряд ли они платили здесь налоги. Но вы понимаете, в каких мы странах живем на сегодняшний день? Где, я не знаю, что в России, я беру в Украину нашу. И вот как это все происходит? Спасибо за субтитры.